Золото нации и будущее страны так обращались со сцены Центра молодёжного творчества к победителям и призёрам финального этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. В этот день поздравляли тех, кто сумел представить Брестскую область как кузницу одарённых и трудолюбивых юношей и девушек, блестящих педагогов, прославить её на всю страну и доказать, что только из двух слагаемых упорного труда и таланта получается тот самый долгожданный и заслуженный успех. Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, мы приняли решение о том, что те ребята, которые у нас принимали участие в заключительном этапе Республиканской предметной Олимпиады и завоевали первое, второе, третье места, а также педагоги, которые их подготовили, заслужили право выйти на областную сцену и получить заслуженные дипломы, а также денежные премии. В Олимпиадном движении я уже очень давно, и у меня достаточно много побед, но эта победа была для меня очень сложной, потому что было проделано очень много работы. Но, наверное, ключевую роль сыграло то, что мой предмет, обществоведение, это для меня больше, чем просто школьный предмет. Это стало частью меня, мне это очень интересно, я читаю, развиваюсь и хочу связать свою жизнь с этим. 70 учащихся Брестской области стали победителями и призерами заключительного этапа Республиканской Олимпиады. Из них дипломы первой степени получили 12, второй – 16 и третий – 42 человека. Среди учреждений образования нашего города были отмечены первая гимназия, учащиеся которой принесли в копилку области 6 дипломов – лицей имени Пушкина и областной лицей имени Машерова, учащимся которых удалось взять по 5 призовых мест. А также в этом году впервые на этом торжестве поздравляли победителей 4-го республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Беларусь. Все это время я нарабатывал, в том числе сначала с помощью Лены Арнольдовны, потом я уже скорее пользовался разной литературой, в том числе литературой с англоязычных источников, оксфордскими учебниками, кембридскими учебниками, которые, во-первых, как-то систематизировали знания, потому что многие учебники, именно что англоязычные, они делают акцент, в отличие от русскоязычных, на связях, то есть на понимании картины в общем. В тремени как русскоязычные, они скорее фокусируются на деталях. Так вот, это вот понимание картины в общем у меня увеличилось каждым разом, я считал очень много, и вот это, в принципе, помогло. До этого я также завоевывал и награды на республиканском уровне, и на международном уровне неоднократно, и в этом году я готовлюсь к Международной Олимпиаде по географии, даже нескольким, и не только по-настоящему, или по ней, еще и к Международной Олимпиаде по экономике. Воспитать именно ученика, ученика-олимпиадника крайне-крайне сложно. Одно, когда у ребенка получается, когда все складывается, но как тяжело подниматься, когда есть неудачи, когда есть реальные провалы. Вот здесь возникает мастерство учителя для того, чтобы ребенок поверил в себя и понял, что провала на самом деле нет. Это всего лишь твоя история, но вот она вот такая. И это, и это очередное руководство к действию. Значит, надо больше, значит, надо глубже, значит, надо как-то уже по-другому, и тогда все получится. Тандем ученика и учителя, родительская поддержка и понимание, что успех дается ценой больших усилий – это и есть формула победы. И те, кто идут этим путем, еще не раз получат свои заслуженные награды.